Выпить чашку чая Добро пожаловать в страну ничегошности, где нет ничего реального, а то, что реально, это ничто. В основном мы будем продолжать сосредотачиваться на вопросах, как это делали на прошлой неделе. Если вы не написали вопрос, то не стесняйтесь, напишите его и положите в кувшин. Если хотите, напишите также и ответ. Тогда я придумаю вопрос. Пишите, что хотите, но напишите что-то, так как это может потребовать времени. Обычный ум никогда не может знать истинное «я». Истинное «я» не может быть известно обычному уму. Поэтому в чем же состоит решение? Больше садханы? Более интенсивная медитация? Нет. Решение в том, чтобы выпить чашку чая, для того, чтобы расслабиться. Метафора «выпить чашку чая» на самом деле означает отпустить. Перестань думать об этом. Полностью расслабиться. Истинное «я» в свое время само даст вам знать о себе. Вы действительно не должны ничего делать. Интенсивная практика садханы приведет вас к спокойствию ума, но никогда не приведет к полной реализации. Потому что для обычного ума не может быть реализацией. Нет абсолютно ничего, что вы могли бы сделать со своим умом, чтобы пробудиться. Все это лишь может сделать вас более спокойными. Поэтому вы должны учиться расслабляться, отпускать, не иметь желаний. Вам не нужно ничего, тем не менее, вам нужно все. У вас нет желаний или потребностей, тем не менее, обо всем нужно позаботиться. Не имеет значения, больны вы или здоровы, богаты или бедны, грустны или счастливы. Все это не имеет ничего общего с реализацией. Вам нужно забыть о феномене своего тела ума. Просто наблюдайте свое тело, но никогда не реагируйте на него. Наблюдайте мир, но никогда не реагируйте на него. Наблюдайте свои мысли, но никогда не реагируйте на них. Позвольте происходить тому, что происходит. Причина, по которой вы действуете так, будто сошли с ума, в том, что все в мире приходящее изменчиво. В мире нет ни одной вещи, настолько значимой, насколько важна реализация. Мир затягивает вас все глубже и глубже в маю. Это своего рода игра. Чем больше вы вовлекаетесь в мир, тем больше и становится иллюзия, и вы становитесь очень серьезным человеком. Оставьте мир в покое. Попытки преодолеть мир – это ошибка. Не пытаться преодолеть мир – это также ошибка. Пытаться стать реализованным – это ошибка. Не пытаться стать реализованным – это ошибка. Вы должны быть своим истинным «Я», не пытаясь понять, что есть истинное «Я». Вы должны быть свободны, не пытаясь понять, что такое свобода. Вы должны быть счастливы, не пытаясь выяснить, что такое счастье. Вы должны стать спокойны, не пытаясь понять, что такое покой. Вы должны быть не этим и не тем. Просто быть. Нет ничего, чем надо было бы стать. Нет ничего, чего надо было бы достичь. Нет никакой садханы лучше, чем другие садханы. Нет абсолютно ничего, что вы должны делать. Когда вы понимаете, о чем я говорю, ваш ум становится совершенно неподвижным и в конечном счете исчезает. Но вы уже то, так что ничем не надо становиться. Нет учителей, книг или слов, которые действительно могут помочь вам. Нет вообще ничего в мире Вселенной, что может помочь вам. Потому что ничего не существует. Когда вы ищете помощь учителя, дерева, гору, реку, небо, озеро или мантры, все эти вещи не могут помочь вам из-за того, что они не существуют. Так чего же вы ищете? Нечего искать. Нет ничего, что следовало бы искать. Нет никого, кто может дать ответ. Некоторые из вас говорят за исключением твоего истинного я. Но это также ошибка, потому что ваше истинное я не знает ответа. Настоящее истинное я не имеет вопроса, поэтому нет никакого ответа. Все, что происходит с вами, исходит из ума. Как только вы примете во внимание, что ум не существует, все события становятся, и вы станете свободны. Теперь настало время для вопросов. Итак, давайте посмотрим, что есть в нашем кувшине сегодня. Сегодня не слишком много. На прошлой неделе у меня была целая пачка. Объясните, что такое сварупа. Сварупа означает ваши отношения, вашу природу, природу вашего поведения. Сварупа – это истинное я, реализация, гармония, любовь. Сварупа содержит все это. И это ваша наиболее сокровенная природа, ваше реальное истинное я. Санскритские слова иногда трудно переводить, из-за того, что в английском нет эквивалента, в точности означающего то же самое, что санскритское слово. Но я предполагаю, что по значению это ближе к природе, вашей истинной природе, ваша сварупа. Каков самый глубокий страх человека? Фред. Смех. И это и есть ответ. И это вы сами, Фред. Вы и есть ваш глубочайший страх. Если бы вы не идентифицировали себя в качестве Фреда, не было бы никакого страха, не так ли? Причина, по которой мы боимся чего-либо, заключается в том, что мы понятия не имеем, кто мы есть. Мы не понимаем, что являемся радостью, блаженством экстаза, что мы есть невыбирающая мудрость, абсолютная реальность, сад чита нанда. Но мы отождествляем себя с телом, которое в данном случае зовется Фредом. Когда мы думаем о Фреде или теле, то отождествляем его с вещами, которые связаны с Фредом. Это может быть болезнь. Это может быть какая-то бедность. Это может быть какая-то обида. Это могут быть многие вещи. Так что если мы избавимся от Фреда, то у нас не будет проблем. Я надеюсь, что никто не воспринимает это в буквальном смысле. Смех. Фред, вот вся наша проблема. Не имея значения, Фред ли это, Мэри, Джеймс, Джон или Ширли, все это одно и то же. Мы думаем о себе, как о человеке. Мы думаем о себе, как об отдельном. Мы думаем о себе, как об исключительном. Мы смотрим телевизор, читаем газеты. Мы отождествляем себя со всеми подлостями, происходящими в этом мире. Неудивительно, что мы испытываем страх. Поэтому решение не в том, чтобы избавиться от объекта, которого мы страшимся, а в том, чтобы удалить ее мысль, являющуюся настоящим виновником. Мы говорим, я боюсь. Я боюсь, что это депрессия. Времена нынче плохие. Я боюсь. Истинный я не боится. Ваша истинная природа никогда не испытывает страх. Она не знает, что означает само это слово. Только вы в качестве ее мысли можете бояться. Но если я мысль не существует, что тогда остается такого, что могло бы бояться? Поэтому спросите себя, кому приходит я? Что является источником я? После того, как я мысль сломана, уничтожена, как можете вы бояться? Ведь страх и я мысль – это синоним. Всегда помните, что если вы пытаетесь избавиться от объекта своего страха, например, своей жены, мужа, работы или боязни разориться, оказаться в бедности, стать бездомным – это не так уж плохо. Но даже если вы, приложив усилия, избавитесь от этих страхов, всплывет что-то еще. Никогда не верьте, что если вы разберетесь со страхом, избавитесь от него, то вы будете свободны. Что-то другое займет его место. Например, у вас с мужем трудные времена, и вы боитесь его. Он бьет вас. Поэтому вы оставляете его, разводитесь с ним. Вы сделали это внешне, но не изменили кармическую причину, вызвавшую это. Поэтому вас привлечет кто-то еще, кто, как правило, будет обладать теми же качествами, что и ваш муж. Или вы можете увлечься к кем-то, не обладающим такими качествами. Но тогда те же самые качества могут прийти из вашего окружения на работе, или откуда-то еще. Всегда будет чего-то бояться из-за того, что вы не изменились сами. Решение всегда внутри вас. Если вы достигаете более высокого уровня сознания, тогда ничто, происходящее в физическом мире, никогда не сможет заставить вас бояться. Потому что вы поняли, что физический мир – это также я-мысль. Я вижу мир таким, как он предстает. Я вижу эти подлости, происходящие в нем. Я хочу изменить их. Все это хочет сделать я. Оно всегда хочет изменить плохое на хорошее. Поэтому секрет успеха на этом пути – это удаление я-мысли, к которой привязана вся Вселенная. Когда уходит я-мысль, тогда вместе с ней уходит не только то, чего вы боялись, но все остальное. В результате вы становитесь свободны. Сегодня у нас было только два вопроса. На прошлой неделе у нас их было 14 или 15. Я думаю, что на прошлой неделе все они были написаны одним и тем же человеком. Смех. Есть что-нибудь, о чем бы вы хотели спросить? Если в центре осознавания все это ум, тогда что же такое осознавание? Есть ли разница между умом и осознаванием? Может ли быть осознавание без ума? Конечно. Чистое осознавание – это еще одно название истинного я. Чистое осознавание – это абсолютная реальность. Ум не имеет ничего общего с чистым осознаванием. То есть неизвестное, непознаваемое. Точно. Это невыразимо. Чистое осознавание просто есть. Ну тогда в относительном смысле, о котором я спрашиваю. В относительном смысле чистое осознавание – это быть. Просто быть. А не быть этим или тем. Когда вы просто есть, вы есть осознавание. Это что-то внутри нашего переживания? Не в относительном переживании, нет. Существует ли что-то в относительном смысле и существует ли что-нибудь вообще в абсолютном смысле? В относительном смысле существует все, потому что вы используете термин «относительно». Все существует до тех пор, пока вы используете это слово. В абсолютном смысле ничего не существует, потому что нет ничего абсолютного. Как же тогда насчет осознавания? Чтобы быть абсолютным или быть в осознании, когда вы используете эти термины, должна быть разница между относительным и абсолютным. Должна быть относительная Вселенная, чтобы вы могли сказать, что вы есть абсолютная реальность, что вы – чистое осознавание. Мы используем термины «абсолютное осознавание», «реальность» только из-за того, что Вселенная кажется реальной. Это похоже на то, как мы используем слово «здоровье» лишь потому, что знаем, что такое болезнь. Если бы не было такого понятия, как «болезнь», не было бы такого слова, как «здоровье». Ибо в таком случае кто бы хотел быть здоровым, поскольку здоровье было и есть, и никто никогда не слышал о болезни. Таким же образом, если бы не было относительного мира, мы бы не говорили, что только осознавание и истинное «я» реальны. Мы используем термины «осознавание» и «истинное «я»» для того, чтобы различать относительный мир. Поэтому чистое осознавание действительно невыразимо. Известно, что вы – это истинное «я». То не существует, нет осознавания и нет истинного «я». Таким образом, в относительном смысле чистое осознавание бессмысленно. Чистое осознавание не бессмысленно, потому что если оно бессмысленно, то у нас не будет ничего, чем стать и ничего, от чего нужно пробудиться. Когда вы пробуждаетесь от относительного мира, это ставит меня в тупик. Звучит так, будто вы говорите, что нечто есть, но в реальности нет ничего. Когда вы находитесь в реальности, тогда не будет ничего. Так что станьте реальными. Скажем, мы читаем «Сердце осознавания», где говорится о чистом осознавании. Затем мы пробуем соотнести свое собственное переживание с тем, что мы могли даже сфабриковать. «О, да, у меня было это переживание. И это чистое сознание. Но это не чистое осознание. Это просто ум, правильно?» Точно, до тех пор, пока вы можете быть связаны с ним. Это не то. Получается, что в относительном смысле это все ум? Все ум. Тогда в абсолютном смысле нет вообще ничего? В абсолютном смысле нет осознавания, нет истинного «я», нет освобождения, нет стремления, нет покоя. Так что, без ума нет осознавания? До тех пор, пока вы думаете, что есть осознавание, да, потому что ум возникает с этими словами. Но, с другой стороны, если бы мы не обсуждали этого, то не поняли бы вообще ничего. И это, возможно, было бы лучше. Смех. Суть садханы в том, чтобы просто знать, что есть что-то еще за относительным и учением. Просто сказать, что это не все, что существует нечто еще. Да. И это занимает наш ум и указывает на то, что мы не можем знать относительным способом. Да, вы можете и так сказать. Таким образом, мы, так сказать, продолжаем пинать себя, чтобы пребывать в бодрствовании. Так сказать. Выходит, что садхана заключается в том, чтобы всегда осознавать, как мы реагируем. Во-первых, осознавать, как мы реагируем на условия, в которых находимся, и стараться не реагировать. Я имею в виду просто быть пустым, даже не пытаться реагировать, а сначала осознавать и затем позволить этому быть. Да, наблюдать, быть свидетелем, смотреть. И по мере того, как вы наблюдаете, смотрите и не реагируете, кажется, что вы продвигаетесь выше. Потому что в абсолютном смысле нет ничего, что вызывало бы страх. Нет вещи, которые на самом деле могла бы вызвать страх. Но поскольку кажется, что страх есть, и однажды он приходит к вам, вы должны исследовать, спросить, кому пришел этот страх. И вы вернетесь к я-мысли. Таким образом, следуйте я-мысли до центра сердца, и страх автоматически исчезнет. Один приятный факт о самоисследовании. Это величайший из всех когда-либо изобретенных видов психотерапии. Вы на самом деле можете легко избавиться от страхов и других проблем, вопрошая, к кому они приходят. Вы начинаете видеть, что у вас нет страха. У я он есть. Пугается я, а не вы. Вы – это не я. Я имею в виду я-мысль. И чем больше вы можете увидеть это в процессе практики, тем больше будете видеть, как страх уменьшается и растворяется. Он никогда не находится на первом месте. Это я-мысль боится. И поскольку я – это только мысль, то как может быть реален страх, возникший из несуществующего я? Поэтому продолжайте исследовать, к кому пришел этот страх. Он пришел ко мне. Я чувствую это. Что является источником я? И позвольте я идти к источнику. Источник – это абсолютное осознавание. То же самое может быть верным и для положительных эмоций. Для положительных эмоций тоже. Большинство из нас никак не работает с положительными эмоциями, потому что мы наслаждаемся ими. И все же положительные эмоции становятся привычными. Они цепляются к вам так же, как негативные эмоции. Другими словами, они заставляют вас чувствовать, будто Вселенная реальна. И как будто ваше тело реальна. И ваше ум реален. И все это потому, что вы наслаждаетесь ими. У вас замечательный момент. Вы только что выиграли в лотерею. Вы только что встретили нового человека в своей жизни. Или что-то по-человечески прекрасное происходит с вами. Но как долго бы это продлилось, если бы вы могли видеть, что произойдет с вами 10 лет спустя? Все должно измениться. Поэтому я должен вопрошать, кому приходят эти прекрасные чувства. И это опять же я, который наслаждается собой. Когда вы становитесь истинным я и пробуждаетесь к истинному я, тогда нет ни удовольствия, ни горы. Вы не становитесь хохочущим идиотом. Вы просто есть. Вы не это и вы не то. Вы не положительны и вы не отрицательны. Но есть блаженство, не так ли? Это кажется положительно. Блаженство кажется положительным, но это не имеет абсолютно ничего общего с относительным миром. Это нечто полностью за его пределами. В блаженстве счастье не такое, как в человеческом мире. Это тотальное бытие, переживание – все хорошо. Даже если кто-то возьмет ножовку и отперет себе пальцы на руках и ногах, нос и уши, все это будет нормально. Так вы говорите, что это, так сказать, спокойствие ума? Это не спокойствие ума, потому что ум был превзойден. Но это покой? Это не покой, каким мы его знаем. Это, как говорил Иисус, мир, который превыше понимания. Потому что нет предмета, верно? Там нет субъекта и нет объекта. Тот мир не от ума. Он не от ума. За пределами ума. Да, это сам источник. Это и есть сам источник. Абсолютная реальность. Поэтому, когда мы говорим все эти слова «абсолютная реальность», «блаженство», «чистое осознавание», «садчита нанда», «я есть то», «я есть» – все это синонимы. Они все – это один невыразимый объект. Объект не этого мира. Единственный способ, которым вы можете действительно понять его, это став им. Но не став этим или тем. Получается, если каждый момент это садхана, то наблюдение и вопрошение следуют вместе? Да, так и есть. Не могли бы вы подробно рассказать об этом? Вы видите, что боитесь, и затем спрашиваете, кому пришел этот страх. Так вы наблюдаете и вопрошаете. Если бы вы могли видеть себя тем, кем вы есть на самом деле, вы бы даже не поверили в это. Вы – не это тело. Этот ограниченный объект. Вы – это не ум, который говорит с вами и сообщает вам что-то все время. Смущая и озадачивая вас, вводя в заблуждение и заставляя делать все эти сумасшедшие вещи в своей жизни. Просто осознавать, что вы не есть эти вещи, будет достаточно. Просто пробудиться и немедленно понять, что я – это не тело-ум, я не деятель. Только этого одного уже достаточно для того, чтобы привести к радости и покою. Разве понимание этой повседневной обычной жизни – это не садхана? Очень высокое и редкое понимание – быть очень расслабленным и принимать то, что приходит к нам как должное. Большинству из нас нужна своего рода особая практика чтения или медитации или что-то еще, чтобы заставить нас чувствовать, вот и мы делаем что-то. Но принять обычную жизнь, как садхану, очень трудно. Иметь такую веру. Слово «садхана» используется неправильно. В действительности на санскрите слово «садхана» означает сдаваться, отпускать. В 20 веке оно имеет другое значение – выполнять духовную практику. Но правильный перевод – это отпускать. Отпустить все. Даже вашу духовную практику. И вы отпускаете духовную практику путем выполнения духовной практики. Когда вы делаете духовную практику правильно, то это процесс отпускания, потому что вы отвергаете мир. Не на словах, не умственно, а через практику садханы. Вы начинаете видеть и понимать причину деревьев, гор, тумана, неба, травы, водоема. Все это появляется, потому что появляется я. До тех пор, пока появляется я, мне будет являться вся Вселенная. Так что садхана не для того, чтобы добавлять какие-то новые методы, а лишь для того, чтобы удалить ее мысль. Чтобы убрать видение, которое вы видите. Вы видите других. Остальные появляются, потому что появляетесь вы. Куда они деваются, когда вы спите? Когда вы находитесь в глубоком сне, вы существуете, и при этом нет других, нет мира, нет Вселенной. Куда вы уходили? Где вы были? И тем не менее, когда кажется, что вы пробудились, появляется целая Вселенная. Когда вы видите сон, тоже появляется целая Вселенная. Это на самом деле доказательство, чтобы вы поняли, что создали Вселенную, так же, как создали сна и день. Вам может сниться, что мы находимся в классе подобному этому, и обсуждаем эти вещи. И я постоянно говорю, что все это сон. И вы забрасываете меня вопросами. Как это может быть сном, Роберт? Я реален. Вы реальны. Деревья реальны. Появляется все. Так как же вы можете говорить мне, что это сон? И я продолжаю им говорить. И это кажется реальным. И это только видимость. Тогда вы подходите ко мне, щиплете меня и говорите, это реально? И я говорю, ой. Конечно, это реально во сне. Это щепука сновидения. Все это сон. А затем вы просыпаетесь в своей постели. Это так же с этим миром и всем, что в нем происходит. Все кажется таким правдоподобным. Вы отождествились с ним, и вы проходите через все переживания. И даже когда я говорю вам все эти вещи, вы, вставая и выходя через эту дверь, все равно начинаете думать о своих проблемах, о том, что вы собираетесь носить завтра, о том, что вы собираетесь съесть на ужин, и что происходит в вашей жизни. Не помни о том, что все это сновидение. Когда вы начинаете понимать, что это сон, вы спрашиваете, кому пришел этот сон. Тогда вы пробудитесь. Это было бы справедливо для переживаний с психоделическими наркотиками. Разве это не так? Что вы имеете в виду? ЛСД, силосогин, перидин и подобные вещи. Так что же происходит? Это заставляет нас создавать вещи, которых мы обычно не видим. А, да, да. В общем, все виды вещей, которые обычно недоступны для ума. Очевидно, мы способны создавать такие вещи без наркотиков. Мы создаем те же впечатления с помощью психоделических препаратов. У нас могут быть галлюцинации. Да, такие же. Самошедший дом полон людей, переживающих все виды галлюцинаций и создающих объекты. Поскольку жизнь субъективна сама по себе, все это наши личные галлюцинации. Одно и то же событие разные люди видят по-разному. Подобно слепым, описывающим слона, все мы видим что-то иное. Поэтому кому нужны психоделические препараты? В древности психоделики использовались многими йогами для того, чтобы получить высшие переживания, о котором они могли бы всем рассказать. Это более высокое переживание, чем переживание этой жизни. Но мудрецы вообще никогда не использовали наркотики. У них не было в этом нужды. Это не будет обязательно высшее переживание. Можно сказать, что это будет иное переживание. Это другое переживание, показывающее, что есть что-то еще. А затем вам приходится спуститься вниз. Мы получаем тот же эффект из-за потери сна, который также... Да. Психоделики – это объединение работы мозга и химических веществ. Так что мы начинаем галлюцинировать, когда нам не хватает сна. Такое же переживание. Ум имеет много граней. Ум очень мощный. Даже если он не существует. Чем больше вы вовлечены в чепуху, производимую умом, тем больше вы вовлекаетесь в иллюзии и вы теряетесь. Цель – это просто уничтожить ум. Так что, когда Эд задавал вопрос о садхане, настоящий вопрос заключался в следующем. Кто нуждается в том, чтобы делать садхану? Я правильно? Таким образом, мы возвращаемся к наблюдению и вопрошанию. Но если мы не можем сделать этого, а вы сказали, что причина, по которой мы медитируем, заключается в том, чтобы узнать, что нам нет нужды медитировать, то до тех пор нужно медитировать. Но истинный вопрос таков – кто медитирующий? Выясните, кому нужно медитировать. Фредо. Смех. Медитация в каком-то смысле поддерживает иллюзорное «я». На самом деле она подкармливает его. Так она и делает. Но она также делает вас однонаправленным. И мы должны иногда делать все эти вещи, чтобы выйти из колеи относительного мира. Лучше медитировать, чем думать о проблемах. Поэтому, когда вы медитируете, это уводит вас на некоторое время от повседневных проблем мира. Тогда как же это отличается от самоисследования? При самовопрошении вы немедленно исследуете «я». Откуда оно взялось и что это такое? И вы будете исследовать «я» нити вплоть до источника всего сущего. Но в медитации… В медитации есть объект. Это «я»? Никто не медитирует на «я». Медитирует на объекте. Любая медитация нуждается в объекте, на котором можно сосредотачиваться. Например, на Боге. Мы медитируем на Боге. Вы можете использовать «я есть». Вы медитируете на «я есть» с дыханием. Это форма медитации. Хорошо, а когда мы выполняем самоисследование, разве оно не ведет к однонаправленности, подобно медитации? Самоисследование растворяет «я» быстрее, потому что заставляет вас идти непосредственно к эго. Но это тоже однонаправленность? Это однонаправленность, но так быстрее. Самоисследование – это самый быстрый способ. Но они оба ведут к одному и тому же, к однонаправленности. Да, они оба ведут к одному и тому же. Что такое эта однонаправленность? Эта однонаправленность – единственный объект, представляющий собой истинный «я». Там нет ничего другого, кроме одного. Это ведет вас к этому, но не тащит вас туда. Однонаправленность – это высокое состояние ума, потому что нет более этого и того. Однонаправленность – это то же самое, что пустота? Вы можете сказать, что да, потому что пустота – это последнее состояние, прежде чем вы станете реализованным. Вы полностью опустошаетесь от других вещей. А однонаправленность – это когда вы становитесь полностью одним, без другого. Там нет ничего иного, кроме единства с пустотой. Так что и то, и это ведет к одному и тому же. Я думаю, что Садху Ом делает различия. Он говорит, что большинство людей медитирует на том, что он называет объектами второго и третьего лица, как вы или это. Самовопрошение же состоит в том, чтобы стать однонаправленным на субъект, первое лицо. В этом смысле это самый прямой путь, хотя и не обязательно самый быстрый, потому что некоторые люди находят этот путь самым трудным. Это различно для всех людей. Роберт, я не понимаю вот чего. Вы говорите о следовании до источника Ямысли, и мы знаем, что это интеллектуальное исследование, вне зависимости от того, испытали мы это переживание или нет. Так что… Нет-нет, мы не отслеживаем источник Ямысли. Мы отслеживаем Ямысль вплоть до ее источника. Ладно, лучше отложим это. Я не понимаю, как нечто вроде духовного сердца может быть источником чего-то такого озорного и лживого, как Ямысль. Это не так. Это лишь точка. Когда вы отследите Ямысль до источника, то осознаете, что всегда существовал только источник. И никогда… Что бы там ни было, там нет Ямысли. Ямысли нет. Она никогда не существовала. Я вижу. Если бы Ямысль действительно существовала, у нас было бы много работы. Мы бы никогда не избавились от нее. Но Ямысль в действительности не существует. Вы отслеживаете что-то иллюзорное. Все иллюзорно? Даже вы. Конечно, все иллюзорно. Вся относительная Вселенная иллюзорна. Это причина, по которой мы не должны реагировать на человека, место или вещь. Ибо когда мы реагируем, это говорит нам, откуда мы происходим. Мы по-прежнему считаем себя людьми, деятелями. В прошлый четверг вы сказали, что эта жизнь была огромной космической шуткой. И мне кажется, не принимайте это так серьезно. Если кто-то хочет доказать это, то все, что он должен сделать, это прочитать газеты или посмотреть телевизор. Правда. Всю эту чепуху. Или понаблюдать за своим собственным умом. Да. Если вы посмотрите современные газеты и газеты, вышедшие 40 лет назад, то увидите те же самые новости. Просто разные люди. Не такие плохие, как сегодня. Вся разница в том, что в наши дни прослеживается связь. Мы видим по телевизору все, что происходит повсюду в этом мире. Все это сконденсировано. Так что все становится еще хуже. Но все эти вещи были на протяжении веков. Вот, наверное, почему я думаю, что это лучше. Потому что все знают, все смотрят. В прошлые времена, думаю, было хуже. Вы, конечно, правы. Потому что люди были в состоянии ускользнуть от всего. Но теперь мы видим все это. Правильно, мы видим их ускользающими от всех этих вещей. Не похоже, чтобы это ослабевало. Это не останавливается. Оно по-прежнему распространяется во все стороны и цветет буйным цветом. Я всегда развлекаюсь, когда смотрю новости. Я придумываю шутки. Например, когда мы смотрели сериал «Карма», я сказал, «Почему бы мне привезти Пиви Германа в качестве свидетеля?» Смех. Он занят свидетельствованием Кеннеди. Смех. Поскольку я предполагаю, что при самовопрошении используется нечто вроде беседы, то у меня возникают вопросы. В итоге, рекомендуете ли вы медитацию или нет? Видите ли вы это как способ... Позвольте мне спросить, что вы подразумеваете под медитацией? Форма медитации, которую я использую, – это своего рода созерцательная медитация. В уме формулируется истина, и некоторое время происходит размышление над ней, пока мы не достигнем своего рода внутреннего покоя. И тогда мы сидим в тишине. Для меня это медитация, на которую я хотел бы сослаться. Есть и другой вид медитации, который, как я думаю, также включает в себя медитацию, которую вы рекомендуете. Это «я есть» медитация, которые просто «я есть». Так что я имею в виду... Обе они хороши настолько, насколько хорошо они получаются. Но должен настать день, когда вы должны спросить, кто медитирует. Кто должен медитировать? По какой причине? Но пока вы не дойдете до этой точки, хорошо делать то, что вы делаете. Это делает вас спокойным и поднимает вас выше. Но вы найдете до точки, где спросите себя, кто медитирует? Я. Кто этот «я», к которому нужно медитировать? И вы начнете осознавать, что медитация тума. Итак, позвольте мне спросить, когда вы сидите в молчании, назовете ли вы медитацию без какой-либо сознательной мысли, просто пребыванием в тишине? Когда я сижу в тишине, то сижу там, где нахожусь прямо сейчас. Там ничего не происходит. Не происходит никакой медитации, ни в какой форме. Абсолютно ничего не происходит. Ничего не достигается. Ибо то, что должно быть достигнуто, уже было достигнуто. Таким образом, кто должен сидеть в тишине? Кто должен медитировать? Кто должен делать все эти вещи? Мы есть то. Мы уже есть то. Я есть то. Когда я говорю об этом факте, вы, возможно, имеете в виду, что я рассказываю вам, что сижу в тишине с 6 до 9 часов утра, а также днем с 12 до 3. Я обычно сажусь в кресло, и все формы растворяются. В этом состоянии я совершенно бесполезен для мира, потому что там ничего нет. Но когда я в сознании, как сейчас, то тоже ничего нет. Я вижу только формы, как наложение на истинное «я». Так что на самом деле и то, и то – это одно и то же. Откуда пришли ваши слова? Откуда пришло что? Ваши слова. Откуда пришли мои слова? Кто знает? Никто не знает. Словарь. Словарь. Они приходят из источника? Нет, я не могу сказать, что мои слова приходят из какого-то источника, потому что источник просто есть. Источник – это абсолютная реальность. Источник – это сознание. Источник – это Бог. Должен ли Бог говорить словами? Должно ли сознание что-то объяснять или что-то делать? Источник просто есть. Но опять же, вы можете сказать, что все – это источник. Таким образом, слова – это действительно источник. Так же, как это стекло – источник, комната – источник. Это зависит от вашей точки зрения, от того, как вы видите вещи. Что вы видите? Существует только источник и ничего более. Но некоторые люди видят радиоприемник как объект сам по себе. Некоторым людям не нравится форма радиоприемника. Им не нравится его цвет. У них проблемы с его звуком. Но радиоприемника просто не существует. Дело в том, как вы видите его. Это зависит от человека. Да, конечно. Если бы мы пошли покупать этот радиоприемник, многим из нас не понравилось бы, как он выглядит. Нам не понравился бы цвет. Нам не понравилась бы форма. Это как мы видим мир. Ум видит мир. И он был обучен во время многих воплощений. Все, что вы делаете, исходит из того обучения, которое вы дали своему уму в течение многих воплощений. И так вопрошая, вы начинаете видеть, что нет никакого ума и нет никакой подготовки. Нет никаких воплощений. Так что если в ходе вопрошения мы становимся однонаправленными или пустыми, то все, что мы делаем, это остаемся там. Потому что вы сказали, что медитация не может затянуть нас. Действительно, ничто не может. Вы остаетесь в этом состоянии. Так и есть. А потом, если вы действительно находитесь в этом состоянии, в конце концов, внутренний гуру будет тащить вас во время всего пути. Истинное Я будет затягивать вас. Тогда вы исчезнете и станете годны для ничто. Кажется, что подчеркивается важность помощи живого гуру в состоянии «без ума я есть истинное Я». Эти вещи важны на определенном этапе вашего развития. Это правда, что большинство мудрецов с момента возникновения Вселенной имели учителей, гуру, которые фактически втащили их в истинное Я. Только в очень редких случаях существо раскрывается само по себе и становится совершенно свободным. Но это тоже возможно. И это все то же самое, потому что внутренний гуру – это правильно гуру. Гуру истинное Я – это одно. Тут нет никакой разницы. Лучший способ понять – это то, что мудрец всепроникающий, вездесущий. Таким образом, по правде говоря, нет ничего, кроме мудреца. Джняни пронизывает всю Вселенную. Вот так джняни или мудрец может втянуть вас. Потому что он или она уже находится внутри вас. Они повсюду. Они все. Иными словами, нет личного мудреца, который бы делал что-то. Существует только Вселенское истинное Я, которое называется мудрецом, которое есть все. Но мы видим воплощенного мудреца. Вы видите то, что видите. Вы сказали, истинное Я – это все. Но истинное Я – это объект? Это не объект. Но оно появляется, как и все во Вселенной. Пока вы смотрите с относительной точки зрения. Правильно, так я различал абсолютное и относительное. Вот почему, когда кто-то спрашивает, Роберт, существует ли мир на самом деле, то я должен ответить на этот вопрос, соответственно, пониманию того, кто спрашивает. Вот почему всегда есть другой ответ. Мир существует только потому, что вы существуете. И до тех пор, пока вы считаете, что вы – это тело, то есть и другие тела, и есть Вселенная, и есть мир. Таким образом, мир существует. Глупо рассказывать кому-то с улицы, что мир не существует. Не будет ли столь же глупо и для нас признать, что мир не существует? Если вы пострадали от мира, то признать это будет глупым. Если мир до сих пор влияет на вас, если вы чувствуете мир, вы чувствуете его объекты, тогда, говоря, что мир не существует, вы сами себе противоречите. Потому что вы действительно чувствуете, что он существует. Вы чувствуете это в своих действиях, в своих чувствах, в том, что вы делаете в мире и в том, как вы живете. Таким образом, вы обманываете себя, если говорите «мир не существует». И поэтому мы вернемся к вопрошанию. Правильно. Потому что, когда мы страдаем, то спрашиваем себя. Точно, в этом суть. Сначала мы наблюдаем, и из наших наблюдений нам известно, что мир существует. И тогда мы спрашиваем, кто пострадал. И поэтому каждый момент подобен сатхане. Да. Или вы можете исследовать, для кого существует мир. И это то же самое. Это как выпрашивать вопрос. Выпрашивать вопрос? Как вы как-то сказали ранее, до тех пор, пока я могу существовать, я могу работать на себя. Потому что я могу узнать, кто существует. Да. Так что, пока мы чувствуем, что мы существуем, мы можем работать на себя, путем выяснения, кто существует путем вопрошания. Конечно. И это очень верно. Таким образом, каждая реакция – это как возможность, которую можно использовать или не использовать. Да, это возможность для пробуждения. А когда мы используем эту возможность и исследуем ее, то можем из этого найти или не найти пустоту. Если мы реагируем, то она не пустая. Если мы не реагируем, то она пустая. Верно. Вот почему я думаю, что Рамана и многие учителя не поощряли установление конкретного времени для медитации или чего-то подобного. Потому что при этом теряется общий смысл. Как в изречении «но сейчас я медитирую, но сейчас я в мире». Это совсем не то. Всякий раз, когда мы реагируем, это и есть то. Верно. Это имеет смысл. Верно. Или когда мы наблюдаем. У нас есть просад. Не стесняйтесь, наслаждайтесь инжиром. Помните свою истинную природу, что вы есть абсолютная разумность. Что вы – чистое сознание, абсолютная реальность. И это ваша истинная природа. Было удовольствием общаться с вами. Я люблю тебя, мир. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...